всем привет друзья с вами малдром и продолжаем играть ведьмака винный край и перед нами убитый опять же на хочу его не обыскивал кроны да ты что ведь крона не про я не прибыли я же убил вроде обыскал здоровую ебанину и хотел еще сходить на эти куда так стальной меч бок лирского гвардейцы мы спидим это и понятно это это лошадь дохлая это которую бросил здоровый тролль или кто ли он там блять как а вот тут можно чуть-нибудь попиздить что интересно тут отличаются искусственные зубы санс санс ратур шардоне венчишка быть новый какой-то белый из бок лера наверное самогонка какая-нибудь блять гномячие тут дома то явно отличаются при закрыт а то что здесь закрыта ладно столь что и трава какая-то ведь такая же нас было трава вот тут было у нас мельницы здоровый хер все разрушил ладно погнали к мильтону и будем расследовать убийство дальше подлагивает были отважный парень этот гильон в мире он позаботился о его воспитании это его родич не более хорош подлагивать ебаный рот родич пальмерина значится никак не привыкну к этой вашей рыцарской манере речи особенно когда вы говорите то цветисто то обычно мы странствующие рыцари на службе досточтимой княгини посему когда мы выступаем от ее имени мы связаны традиции новую отметку нашли отличную телепорт корчма надо взять не зайти нет никого должно быть уже забрали тело осмотримся не пропустили ли они чего блин ну как классно тут все нарисовано надо посмотреть нам чего-нибудь тут есть где где вообще тело ты лежал интересно с любви какие-то подкованные сапоги много следов княжеская стража пойдем посмотрим куда они пошли ну пошли дальше ну подождите тут что-то можно рыбы пизденуть и аренов пойдем княжеская стража он какая-то тварь он не шли вдоль линии берега может река выбросила тело на берег ну топ целый у нас гости берегись падальщик давай так тихо 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 я помню не взрываются влезь уйди дурак взять их сюда запах крови привлек ищем дальше все что приносит течение попадает на эту отмель до смрад ужас смрад что надо но я там еще что-то видел а это тоже наверно на вот мир просто попала блюдо опять же следы дать им чё в коробке только хлам принесенной рекой продолжаем поиски ну ясенхер продолжаем следы он прям на воде вот что-то еще есть от одежды остались окровавленные клочки но качество сукна отменное значит жертва была человеком состоятельным да похоже на то кровь гвардейцы вытащили эти сети из воды и разрезали чтобы достать тело нырять надо я нырну посмотрю может они что-то упустили сундук какой-то здоровый да сапоги сапоги вот еще кстати клочок одежды холст деревянная ложка так вот что-то еще а клочки одежды как у него платок с монограммой д.л.к. д.л.с. блять сломанное весло потрошенная рыба шелковый поток монограмма д.л.к. скорее всего принадлежал дворянину надо обыскать берег д.л.к. может этот знает а вот тут черный мусор так один мусор а вот тут не один след от лодки которую толкали в реку гвардейцы вынули из сети тела погрузили на лодку и куда-то повезли осталось понять куда надо бы его осмотреть прежде чем оно начнет разлагаться спросим завсегдата и в корчмы они наверняка смотрели за стражниками и знают куда поплыла лодка сдается мне у нас зрители удивлен местные еще своим внукам будут рассказывать про тот день когда из сети вынулись кромсона и останки и вот еще что под водой я нашел платок с монограммой д.л.к. тебе это о чем-нибудь говорит делла круа нет он стал жертвой бестии возможно ты хорошо его знал давным-давно мы были друзьями но наши пути разошлись это был человек крайностей если называл кого-то другом то стоял за него стеной а если врагом то шел до конца и много у него было врагов да но что общего это имеет с бестией ты затронул чувствительную струну геральт воспоминание тех давних лет которым я не хотел бы возвращаться тогда вернемся к этому позже пойдем на постоялый двор вскоре я тебя покинул я должен явиться ко двору ведь ты только вернулся в тусэнд рыцарь досточтимой княгини не знает отдыха я думал что не успею приступить к своим обязанностям но вернулся вовремя мы на лошадях поедем или пешком блять нет судя по всему пешком а тут дорожка есть когда смотришь тело не забудь тебе еще надо предстать перед анриетой анриетой досточтимой княгиней прости я забыл между собой мы называем ее по имени но только не при пальмирине он обижается на такую фамилия вот тут все вино да вино сюда заглядывают купцы сборщики подать и и сплавщики нигде в тусэнте не найдешь лучшие похлебки из раков чтобы разобраться с бейсом а что доска объявлены похлебка из раков не клянусь честью неужели повар как раз готовит паштет не иначе господин депейрак пиран долго же мы вас не видели милости просим вас к столу и вашего товарища тоже но ответьте почему я не чувствую запах и похлебки из раков похлебки сегодня не будет потому как раков нет вы может и не слышали еще но я нашел сегодня в сетях мертвеца стал я чуть свет как обычно смотрю небо красное мы как раз по поводу этого мертвеца видите ли человек которого вы пригласили к столу был призван сюда из чужеземных краев досточтимой княгиней дабы выследить и убить бестию мы пригласили к столу двоих но поскольку у господин депейрак пиран темпераментом похож больше на зайцы чем на гончую я так полагаю что речь идет о другом гости с кем имеем честь меня зовут геральт скромный вы человек должно быть мало общались еще с господином депейрак пираном довольна меня подначивать геральт мастер ведьмачьего цеха и у него к вам есть вопросы насчет последней жертвы бестии тело я обнаружил солнце только всходило когда я по своему обычаю проснулся сел на кровати посмотрел в окно гляжу небо красное спрашивай геральт не то мы тут до зимы останемся было ранее утро ты пошел проверить сети и что потом вышел я из хаты гляжу клянусь честью к делу добрый человек мы уже знаем что ты нашел труп в сетях на раков потом то что было ты видел кого-нибудь поблизости что-нибудь особенное что привлекло твое внимание никого не было только я особенного ну что то увидел только если я еще раз услышу что небо было красное ну голова прямо на воде была глаза вытрощены такие язык синий наружу а рядом в воде плавала рука ты хорошо рассмотрел останки я так перепугался что побежал что есть силы в город вернулся с гвардейцами они там мне велели держаться подальше долго ловили эти куски сети мне порезали до того там все запуталось мне надо осмотреть тело знаешь куда его забрали его перевезли на лодке на другой берег реки потом погрузили на телегу и отвезли в подвал в корвобьянку чтобы держать на холоде что корвобьянка это вотчина барона росселя если он узнает что ему из винного погреба сделали мертвецкую он собаками затравит пока вы были в отъезде винодельня была продана с аукциона кто это был та женщина которая вышла я не заметил чтобы она входила это должно быть линка дочка кабачика погоди геральт а то у меня сейчас удар хватит то есть как винодельня продана не может быть ну ни для кого не секрет что барон по уши увяз в карточных долгах кредиторы в конце концов захотели вернуть свое княжеская канцелярия скупила все на корню а россель сидит теперь на содержании у брата в вековарок а я ведь говорил росселю что он доиграется сколько можно жить за прежние доблести кредиторы в конце концов сообразили что обещание ничего не стоит такие времена современные рыцари лишь бледные тени прежних героев правду говорят что бестию наслали боги в наказание за упадок прежних обычаев значит говорят бестия это кара богов рыцари отступают от давних обычаев прежде они были защитниками княжества теперь они превратились в крохоборов как дам тебе сейчас пусть говорит княгиня торгует титулами и возводит достоинство грешников мы свернули с пути добродетели утратили милость богов и боги наслали на нас кару не слушай этих бредней геральт он наверняка подслушал их у какого-нибудь уличного вещуна по правде сказать этих вещунов последнее время высыпало как у больного чириев и все твердят то же самое а что еще о бестии рассказывают кроме того что это божья кара люди не так глупы они видят что бестия убивает только в дни святых покровителей какая придирчивая благодарю за гостеприимство мне пора пойду осмотрю тело корва бьянка недалеко отсюда у турнирных полей просто не сходи с дороги наверняка не заблудишься ты не поедешь со мной и правда тебя же ждут какие-то обязанности какие-то еще до отъезда велен достопочтимая княжна оказала мне великую честь и в этом году назначила на роль зайца в большой игре во дворцовых садах увидишь меня в костюме просто лопнешь со смеху меня так и подмывает спросить в чем здесь дело ну похоже это долгая запутанная история без сомнений уходящая корнями в давние традиции всего доброго и удачи тебе мильтон 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 для дворения все никак обыскочу обыскать бочку путница настоящий и так и так надо корчеварю сходить тут наверняка поиграть в карты можно на сеновале ну я бы посоветовал нашу знаменитую рыбацкую похлебку но у нас как назло раки кончились так замени их рыбой какой-нибудь хоть бы и окунями заменить раков рыбой помилуйте а дальше что уксус вместо вина петрушка вместо тимьяна вы северяне хороший народ только в еде ни шиша не смыслите не слыхал ничего интересного о чем рыбаки говорят об одном нордлинге который раков от окуней не отличает давай-ка по делу ах да еще и в чужие дела лезет я разговоры клиентов не подслушиваю и уж точно того что слышу повторять не стану покажи свои товары эх ёб твою мать а у него карта сколько на продажу то глянь но он не больно богатый не больно богатый у меня по весу у меня два седла есть они оба весят ёбный народ сколько ну-ка карте давай посмотрим грядин баряк глаз это лидер чудовищ нет этому все о и гоше я даже и гошет не видел ни разу и гоше блять на картах туманник у него все чудо а нет не все или все не любая арт тоже есть элементарь земли и голова глаз волкалак ну блог что они дешевые они по десять тысяч за карту так свирс что за свирс улучшенная поддержка не люга артур сила сряда 1 а умение медик так вампир и кима чего покупает так дальнобойный камер кто такие блять ледяной великан так голова глаз давайте все скупим все скупим все скупим плюс ко всему поразадим вот эти вот седла его на хвани нам не нужны оружие он не скупает ну ты еду он всякого побряку блять побрякушек ты сколько ёб твою мать удочки ну карт не картина не одну пейзаж кисти ван рога а вот мусор сейчас мы продадим так раковины блять шкуры пара лошади лошадины шкуру по 45 блять берет нахуй медвежачьи трубки лестницы блять откуда сука это говно пить набрал блять черепов 9 так мур от оленей фиал чистое серебро золотая кружка поднос сейчас он без денег останется золотое блюдо кольцо кольцо кстати по-моему или продавал или какие-то двумилитовые кандалы блять кстати дорогие ключ от комнаты Эннифер это пока ставим так ночник ночная рубашка блять фата букет цветов скелликская шаль ценная окаменелость вот а еще он тут у меня есть медвежать блин медвежать уже не хватает вот гниющее мясо продать можно а ценная окаменелость я может разобрать может что-то в натуре блять ценное есть ну пока хватит у него 7 тут у меня подожди что значит хватит блять у меня вон какие-то ложки блять еще есть деревянные вот бутылка блять 4 монеты у него осталось зуб все по нулям просто обобрали блять для до ниткиных а это а вот теперь сыграем вот это ставки вот это раз рыбацкой похлебки мне поесть не судьба давай хоть в гвинт сыграем так и что у нас там за карта то есть теперь гюнтер один вот тут знаете что мне не нравится я еще хотел в предыдущем дополнение про это сказать но уж не стал заострять внимание вот гюнтер один тьма гюнтер один ты у нас есть карта они по-моему ну еще появились до дополнение каменных сердца и по картам сразу можно понять что это какой-то демон да блять как бы зачем это нам рассказывать это конечно упущение пуд камер блять так осадная поддержка ну что нам тут еще дали то в баллист осадная башня ммм ну ну ка скайтери вот чудовища меня больше интересует что там элементаль земли волковат пугач эгоша 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 мы не находились в ледяной великан не хотят великана по-моему я видел вот эгоша вроде бы еще не видал ни у кого ну ладно погнали за север за нивгард господи блять так тут кач тебя нахуй вы двое да есть один у нас шпион ну конечно не очень ну ладно я первый давай весь миром а подожди нет 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 шпиона сразу вот отлично еще один шпион и погода молодой берсерк ого тут вообще какие то свои прям карты нахуй ну-ка еще чуть как посмотреть то блять вломить он может кого то под влиянием грибов мардрем обращается в могучего медведя блять это у него какое то умение а что за гриб за грибы блиц слушай так у него вообще блять карты то нахуй смотрите свои болеть своя колода полностью раски лиги блин ничего себе анкрайта что и не думал что тут еще одна колода имеется ладно ладно даже интересно молодой берсерк таблить душу хоть почему не за говно дали так он не хочет играть не хочет играть давай лето из гулета пиздаю и мы выиграем но сейчас надо играть чисто на победу а мы сейчас кстати вот так сделаем призвал лютика там и вот так об еще две картишки по латвицу да выбил я думаю смерть кого прим не примет час прямо захерачить 14 очков ты точно нормально так будет давай сразу заебашим ну вот я ничего не выяснил юг сейчас лечил куда стоит твою мать не ну ладно папа неожиданно конечно легкий драккар легкий драккар блядь ух на пущу три блядь ну и выиграет то вряд ли конечно мне больше любопытно карты посмотреть новые вот пёс блядь ах ты сука мне лечилки да нет вверх да чё ты как-то ни одной лечилки у меня даже да хорош нахуй ты чё дядя блядь 73 блядь уже берсерк а как они в медведей то превращаются мне интересно блин 81 ты чё с ума сошел может может быть ты давай я нахуй спасу у него две карты блин я что-то не уверен что я 81 ты наберу на так сразу на у него 6 да ладно коротко чем чё какие как у него умение ты не что-то не прочитал нихера отбоя обоих игроков тасуется и возвращается в колоды все что мы отбили можно как бы при помощи какого-то умения вернуть как я понимаю тоже герк есть и плотва есть ладно вся надежда на дуткача блять их сука у него тоже есть а чё ты дурак блять надо было тебе тут дудить-то ой блять ну и дурила блять ладно лютика все он спасал а ну выиграли да это интересно конечно с новыми картами ты играть думал я все карты для гвинта знаю но нет это уникальное на другой стороне подпись граф манье приглашение на турнир интересно действительно интересно так задание на турнир ну-ка давай глянем не любая арт вот доски ли и новые карты у тебя надо нам тогда стоять погоду чучело рок погода погода есть тут кача 2 что ли взять тоже хотя там есть лютик наверно так цири рыжуха ты фон эверик даже есть плотву возьмем тоже так первую очередь надо а их тут не так много воительница клана друманд ладно это ставим 91 всего лишь сила карт как бы и понятно доска объявлений блять я не прочитал чё я сделал дурила блять не нажимаешь короче он исчезает блять разыскивается белый волк ведьмак геральт из ривии прозванный белым волком разыскивается для работы проводником заказчик обещает высокий высокую ставку за необычный заказ подробности во временном а во временном походном лагере графа беледали внимание убедительная просьба по прочим лицам не являться в указанное место и перестать выдавать себя за геральта из ривии граф беледаль не вчера родился и хорошо знает кто тут ведьмак а кто шельма ничтожная а темную личность что является в лагере в разных одеждах и с древними с деревянными мечами просим наконец успокоиться возьмем объявление княжеского камерленью странствующие рыцари и прочие силачи княжество призывает вас на помощь вас ждет щедрая награда подробную информацию можно получить в представительстве камерленью на площади спящих рыцарей объявление генерального казначейства княжества туссет генеральное казначейство объявляет устные торги по продаже недвижимости включая постройки сельхоз угодья и винодельни распродолженные в районе леса караберты и оставленные в наследство казне княжества графом креспи который уснул вечным сном не оставив наследников принимая во внимание исключительные свойства поместья бельгард его значительные возможности в области производства вин прославляющих княжества в самых отдаленных уголках мира к торгам допускается исключительно граждане княжества Туссен «Странствующим рыцарем и прочим подобным «Объявляется всем и каждому о том что необходима будет помощь добровольные силы охраны порядка при передаче означенной недвижимости новым владельцам там могут возникнуть незначительные трудности Избавление от которых возможно исключительно с помощью средств непосредственного принуждения Пропал Бим У меня пропал пес Он белый с черным пятном на левом глазу Я его зову Бим И тогда он прибегает Я его зову Бим И тогда он прибегает Если кто-нибудь найдет Бима Пусть приведет его в Куралист Корчмарь меня знает и Бима тоже Заказ для Ведьмака Ведьмаков Сопровождение каравана Внимание Ведьмака или Ведьмаков Боклерская гильдия Бондри Ищет человека или людей Для сопровождения каравана торговцев По землям белого ужаса Более подробную информацию Можно получить у Гастона Легафа в лагере торговцев В лесу к северу от виноградника Короната Могрен Пулин Младший секретарь по делам Предупреждения опасности и рисков Боклерская гильдия Бондри Так, чиновник просит о помощи Может, удастся неплохо заработать Может быть Так, ну, я, честно сказать, не знаю Может быть, пока в Коробьянка Сходить А потом уже Сделать вот эти доп. задания Там их немало Уже Честно сказать Рыцарь наемник Равновесие в природе Блять Ну, куда я посмотрю карту Ту-сен-то тут очень большой Нихуя себе, блять Нихуя, тут блять Досок-то с объявлением Ну, короче, карта, блять Чуть поменьше Чем основная Ну, не чуть, конечно Поменьше, она, да Чем основная О, сразу на вопрос Пойдет О, так Нажал? Ага Сейчас глянем, что там Что это за хуйня, блять Я таких только в первой части В первой части видел Цветки, цветки Помните, блять Да, они ядом еще плюются Архи-спора Гре, блять Покажи, что умеешь Еще Ай Вверх, вверх, блять Херачит Ого Тут целый гниздок Где-то у них, да? Во Надо здесь все уничтожить Иначе архи-споры Снова прорастут А там, вон, убили кого-то Глядь, мужик Стальной меч Боклерского гвардейца Архи-споры, блять Яд, сур Стручок архи-споры Большой зеленый мутаген А-а-а А есть еще и большие мутагены Я почему-то так и думал, блять Большой мутаген Ну-ка, давай-ка выберем Где у нас там Да где-то, блять Умение персонажа Во Здоровье плюс 150, блять А у меня Здоровье 50 Слушай, у меня и красный есть Ничего себе Сила таки плюс 10, блять О-о-о-о Так, плюс 5 Плюс 5 И получается плюс 20, да Ну-ка, а где я его взял? Я что-то даже и не увидел Ну-ак, плюс 40, нахуй Здоровье, блять отлично просто шишами и такой вот был средний так понимаю зеленый мутаген то мало это среди но обычный наверно просто быть на здоровье плюс 100 это здорово 2 очка умений я не знаю куда их потратить были ческать так да и по вы начаться идем дальше тут здоровье ты нормально они так тратили были свете архи споры были погнали на основное задание пока пройдет а погоди-ка не то доб за ведьмачи заказы есть доб задание дохуя но мы пока пойдем по основному сейчас его сделаем одно вот этот и уже отправимся на дополнительные на доб задание цех цветочки вот звуки боя надо поторопиться какого-то пиздит что ли винодельня корва бьянка зараза убийца еще где-то здесь убивец где убивец блять сломанные ребра кровь из ушей прилично ему досталось уху гульки в ледель ворон нет гульки вроде убит одним ударом плащ женщины которую я видел на постоялом дворе в подвале убийца с легкостью перевернул телегу рана от когтей пять пальцев рука похоже небольшая убивал вампир но не тима и не флэдер это должна быть брукса и может он высший какой-нибудь вампир чего так у меня есть лампа следы маленьких босых ног ведут подвал его швырнули от стену с огромной силой им воспользовались чтобы выломать решетку нужны недюжинные силы чтобы ее выломать вот тут час он прошел баба голая ты ты была на постоялом дворе я знаю кто ты но не знаю зачем ты убила этих людей дело ведь не в жажде крови нам необязательно драться ошибаешься я не могу отпустить тебя вот это бруксона Огонёк ты любишь? Где ты, сука? Блин, я себе, блядь. Ты чё делаешь? Не знаю, чё-то она меня убьёт нахуй. Ты чё, серьёзно? Вот так, блядь, да. Вот так ни хера себе она мне наваляла, блядь. Я даже... Я даже ей четверть не отнял. Обалдеть, вот так Брукса, блядь. Но симпатия, вы. Стоит признать. Пока своё истинное лицо, конечно, не показывает. Ёбаный рот. А как убить-то, блядь? Хе-хе, застрял, блядь. Спокойная. Сейчас ёбнем. Наверное, тут. Ой, как я застрелил этих людей, чтобы добраться до тела. Что Брукса делала устава? Не знаю, чё она делала, устала. Большой синий мутаген. Кровь вампира. Вот так она мне наебала, блядь, первый раз, ты, да. А чё она делала? Там кольцо какое-то я видел, между прочим. Она взяла руку и кольцо там было. А, ну и вонь. Тело разбухло от воды, руки отсечены. Его четвертовали, как я и думал. Он долго лежал в воде. Голова распухла. На ней видно несколько укусов. Ммм, у него в глотке что-то есть. Кошелы, набитые монетами. Нильфгардские флораны. Из разных провинций. Если это сделал убийца, то мы имеем дело с разумным монстром. Тело разрубили на куски уже после смерти. Удары наносились с большой силой, но кости рассечены, не перебиты. У существа, которое его убило, длинные когти, острые, как ведьмачьи мечи. Сперва оно пробило ими сердце жертвы. Его убила не Брукса. Третья рука. Запасная? Она принадлежала не жертве, но стражники, должно быть, этого не заметили. Просто собрали все, что нашли. Как такое может быть, что она все еще теплая, из нее течет кровь. Некоторые виды существ склонны к регенерации. Я никогда не слышал, чтобы отрезанная конечность столько времени оставалась жива. Позже изучу ткани повнимательнее. Может, что-нибудь узнаю. Подведем итоги. Убийца, скорее всего, чудовище, не Брукса. Тогда зачем вампирша пришла за отрезанной конечностью? И какому существу принадлежит кисть? Почему она так долго сохраняет тепло? И, да, зачем в глотку убитому сунули кошелек, а тело изрубили? Много вопросов и мало ответов. Надо разузнать о предыдущих жертвах. Попрошу Польмерина доставить меня к княгине. Вот так вот. А тут что-нибудь есть у нас, пиздец? Так. Перчатки Гвардейца. Там трубов полно на улице валяется. Может, с них что-нибудь удастся взять? А Брукс-то исчезла? Тут туннели вот эти вот винные. Они какие-то прям огромные, да? Это лестница была? Нет, наверное, какие-нибудь полки, что-то типа такого. Там выход, а здесь еще тогда. Не, ну не такие огромные, как показалось изначально. Нет, тут все. Это все. Так, бочка. Доспехи. Надо посмотреть, что за доспехи мы там собрали. Но, посмотреть, что за доспехи будем уже в следующей серии. С вами был Майлдор. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok